Что тренер говорил, когда начали играть пять на три, у вас был таймал, в основном 10 таймалов. Что говорил тренер? Давайте с первого начну. Последние 10 минут мы неплохо провели, нам было некуда отступать, нам надо было отыгрываться. Счет был 0-2, мы побежали на ворота. Где-то у нас что-то получилось, где-то нет. По поводу пять на три у нас есть наработки. Мы взяли таймалов, чтобы все еще обсудить. Хотели забить, но соперник не дал. Почему не дал? На что вы уповаете? На то, что это все-таки неудача или какие-то моменты где-то не доиграли? Потому что удаление за удалением, много шансов было и в конце. Почему не додавили-то? Сегодня не забили, в следующей игре забьем, значит. Больше ничего не могу сказать. То есть все-таки это не удача, да? Ну, знаете, удачу нужно заслужить. Чтобы мы забивали, надо работать, еще раз работать. Я думаю, что мы сделаем работу над ошибками после этой игры и в следующую уже надо играть по-другому. Поэтому больше бросать, наверное, в большинстве и больше атаковать. Я думаю, что дай бог, чтобы следующая игра у нас была такая уже. И прошлой осенью, и даже в матче с «Динамо», которые в марте были последние, казалось, что все-таки «Спартак» ярче выступает, чем вот сейчас после карантина. Вам внутри команды так не кажется? Исказался ли как-то весь этот карантин на состояние команды в плане физики, в плане эмоций? Как он вообще изменил клуб и после этого что-то по-другому пошло? Внутри команда, ну, все отлично. После притязанки, конечно, надо небольшое время, чтобы втянуться, вкатиться в ритм чемпионата. Но уже прошло достаточно игры. Я говорю, сейчас мы работаем над ошибками. Я говорю, что и дальше надо уже побеждать.